Данил Маскаленко Данил Маскаленко Данил Маскаленко Данил Маскаленко Данил Маскаленко От слова монета, коин, оттуда идет. Поэтому криптовалюта, блокчейн, это вещи, которые надо, наверное, все-таки еще изучать. Я просто приведу пример. Мой хороший знакомый хотел оплатить знаменитым биткоином. Транзакция заняла у него почти час. То есть вот эта верификация по всей разнесенной цепочке заняла у него целый час. Ну, значит, это может быть будущее. Представьте, что сегодняшние банкиры, сегодняшние трейдеры, те, кто работают на фондовом рынке, у них счет идет на миллисекунды. Вот эти роботы, которые работают на биржах, это миллисекунды реально. Блокчейн, час. То есть мы можем рассмотреть это как концепцию, как возможный переход. Это первый аспект. То есть торопиться не спеша. Второй аспект. Введение всех этих механизмов приведет к исчезновению банкинга, в моем понимании. Почему? Это десятки миллионов рабочих мест во всем мире. То, что мы сегодня говорим, что престижная работа банкира условно. Операционисты, все те, кто занимается этими проводками и так далее. То есть к этому тоже нужно подходить очень осторожно. Окей. Евгений, у вас какое мнение, если есть по поводу криптовалюты? Ну и перейдем на ЕАЭС, потому что вы эксперт в этой плоскости. По поводу криптовалюты, заявляет Рустан Абешич, тут у меня позиция такая. Судя по всему, цифра, конечно, поменяет картину не только банкинга, но и всего финсектора и вообще всей экономики. Дело, видимо, обстоит так. Надо этим сейчас серьезнейшим образом заниматься, причем быстро. Президент Казахстана сегодня затронул два абсолютно ключевых вопроса по этой теме. Первый, он сказал, что должна быть международная расчетно-платежная единица. Сразу вставят вопрос, а как же суверенитет, а как же суверенное право эмиссии? Будет ли угроза суверенитета от этой международной расчетной валюты? Как избежать, как совместить интересы разных государств? Первый ключевой вопрос. Второй ключевой вопрос, также поднятый президентом, он сказал, что эта валюта должна быть обеспечена активами. А какими активами? Мы возвращаемся назад к золотому стандарту, который существовал до 1973 года. Или активы будут какие-то другие, как они будут распределены? Вот ключевые вопросы, над которыми надо сейчас думать. Да, их походу немало. Вот так вот получается. Так, давайте посмотрим на наш регион с точки зрения ЕС. У нас кризис, мы немножечко восстанавливаемся. Если Казахстан, по крайней мере, у нас рост экономики есть в этом году. В Кыргызстане тоже, да? Хорошие у вас там показатели. Самый значимый рост среди стран ЕС. Вот. Но все же, оказал ли влияние кризис на процесс евразийской интеграции? Вот такой вопрос, как аналитику вам. Оказал за счет того, что везде снизились темпы роста. В России и вовсе было 8 кварталов сокращения ВВП. Поэтому, когда меньше денег, то и на интеграцию был негативный эффект оказан. Резко просила торговля в 2015-2016 году. Она начала восстанавливаться, причем резко. Идет хороший восстанавливательный рост первого квартала. Второй квартал тоже, думаю, покажем очень приличный. На уровне 26-30% в среднем по Союзу. А вот инвестиции, что любопытно, взаимно, они даже не просили почти за последние годы. Ну, были слабые просадки в течение трех лет. В 2016-м мы уже отметили рост на уровне примерно 9%. Это любопытно, потому что это показывает стратегию инвесторов в Евразийском Союзе. Инвесторы даже в условиях кризиса предпочли не выйти со своих забитых плацдармов, площадок. Сжать зубы, перетерпеть, реинвестировать прибыль. Показывать финансовую отчетность отрицательно, но ни в коем случае не выходить из проектов. Как у вас с инвестициями в стране в целом, ну и по региону, что вы скажете? Вы знаете, в краткосрочном измерении Кыргызстану сейчас очень даже хорошо. Потому что, учитывая малый размер экономики, размер имеет значение. 7 миллиардов долларов, грубо говоря, в ВВП страны. Плюс вхождение в ЕАЭС, потребность в адаптации. И это вызвало появление такого инструмента, как Российско-Кыргызский фонд развития. Первоначально уставный фонд был объявлен в миллиард долларов. Реально сформирован в полмиллиарда долларов. Сейчас фонд профинансировал где-то порядка на 230 миллионов долларов. То есть на 270 миллионов еще есть подушка безопасности. Она сейчас размещена в надежных ценных бумагах. Там используется схема субсидирования процентной ставки фактически для заемщиков этого фонда. Поэтому для маленькой страны у нас сейчас, как ни парадоксальный, избыток ресурсов. Причем они достаточно длинные, достаточно дешевые. Наш бизнес как-то участвует в освоении этих денег? Ну, судя по всем признакам, да. Почему? Потому что их два основных признака. Ну, представьте, что 60% банковской системы Кыргызстана принадлежит казахским банкам. Казахстанским банкам. Халыб банк. Казкоммерсбанк имеет. Кыргызскоммерсбанк в собственности. Тот же дочка была БТА. И так далее. Оптима банк, который входил в систему Юникредит и так далее. То есть казахстанский банкинг очень мощно представлен в Кыргызстане. А кыргызстанская система коммерческих банков является одним из основных провайдеров для Российско-Кыргызского фонда развития. То есть, естественно, есть эффект, да, как говорится. Вот есть вопрос по поводу банков. Ну, не знаю уж, как вы ответите на него. Возможно, оставите без ответа. Что вы думаете по поводу приобретения народным Кольскома? Ну, у нас сейчас слияние идет. Вы слышали наверняка. Было у нас три крупных банка, стал один не опасно ли. Кстати, это на вас тоже как-то отразится, я так понимаю? Скорее всего, да. Потому что у нас и халык представлен, и Казком. Так, еще вопрос. Это уже десятый форум. Говорят фактически одно и то же, а мы по-прежнему зависим от сырья. Вот это, наверное, Евгений, вам. Ну, не совсем говорят одно и то же. На каждом форуме есть какие-то ключевые или ключевая тема, по которой можно понять, что сейчас действительно волнует умы. На этом форуме было отчетливо видно две ключевых темы. Первая – «Шелковый путь», вторая – «Зеленая экономика». И по той и по другой теме была масса секций с разным составом участников, довольно профессиональным. По «Шелковому пути» была прекрасная конференция, организованная КТЖ, три секции подряд. По «Зеленой экономике» были секции ЕБРР и другие. Они отражают нынешние горячие темы. «Шелковый путь» – это рост контейнерных перевозок через Казахстан, который растет на 100% в течение четырех лет подряд уже. С низкой базой, но темпы. Если такими темпами дело пойдет, то года через четыре транзитные мощности Казахстана по контейнерам будут выбраны. И надо уже начинать думать о дополнительных инвестициях в расшивку узких мест. А «Зеленая экономика» – это в принципе тренд. И есть стратегия казахстанская, очень амбициозная, по сокращению энергоемкости ВВП и по увеличению доли возобновляемой энергии. У нас 9 минут остается. Еще вопросы поступают нам по WhatsApp. Сейчас важный тренд – это технологии, не абстрактные технологические изменения с тем, чтобы повысить продуктивность. Я бы сосредоточился на возникновении и развитии цифровых технологий, способных поднять экономику. Я даже не знаю, с какой стороны к этому вопросу подойти, но если можете прокомментировать. У нас вообще складывается такое впечатление, что цифровая экономика – это не сектор, это набор технологий, который проникает в абсолютно все отрасли без исключения, вплоть до строительства, ритейла и чего угодно. Поэтому да, этой темой надо заниматься, причем такими темпами, чтобы дым из ушей шел. Это естественно. Если посмотреть, вот вы сейчас говорили о транзитном потенциале, то, что он активно используется и скоро у нас даже некоторый дефицит возникнет. Пока вот у нас на уровне ЕС, я смотрю, таможенная политика очень хорошо согласуется и согласованная фактически. У нас будет таможенный кодекс скоро подписан, наконец-то, да? В каких сферах еще уровень взаимодействия также высок? Я начну тогда. Давайте. Значит, вы абсолютно правы. Общее таможенное пространство – это фундамент, он работает, есть единый таможенный тариф, есть общий таможенный контур. Все это работает с 2011 года. Значит, второе большое достижение реально – это общий рынок труда. Он работает уже два с половиной года и он касается, это считается, порядка трех миллионов мигрантов плюс членов семьи. Порядка десяти миллионов человек пользуются благами единого рынка труда. Не без шероховатости, не без трудностей на местах, но он работает. Люди ездят, если заключают белые контракты, то, соответственно, им не нужно никаких лицензий, никаких сертификатов, никаких патентов. Они работают как граждане той страны, куда они приехали. Значит, одна из важнейших точек роста, на которую нужно обращать самое пристальное внимание – это не тарифные барьеры. Их сотни. Недавно Евразийская комиссия опубликовала так называемую «белую книгу». Это серьезный шаг вперед. В ней указаны, идентифицированы и отмониторены 60 барьеров, по поводу которых страны-члены согласились, что эти барьеры есть. И они или устранены, или будут устраняться в течение года. А почему так медленно все идет? Постоянный бизнес жалуется на то, что медленно, медленно, медленно. Именно поэтому теме нетарифных барьеров, ее нужно постоянно держать в поле политического внимания. Почему государство, вопрос по WhatsApp, поддерживает ключевые банки, грубо говоря, выделяет деньги, будь то нацфонд или еще какие-то источники, если мы говорим о том, что государство не должно вмешиваться в операционную деятельность, или мы руководствуемся принципом «too big to fail». Вопрос от телезрителя. Вот, наверное, вам, если можете, ну, это наших реалий касается. То есть, региональный эксперт, да, то есть, как бы, да, поэтому мне достаточно, наверное, было бы деликатно, как бы, пройтись по теле внутри Казахстанска. Я считаю, что все должно быть в меру. И в том числе, если бы не государственное вмешательство, то кризис 2008 года, который разразился после банкротства Лемон Бразерс, он бы привез просто к катастрофическим последствиям. Как спасали Фанни Мэй, ипотечную компанию США. Кто спасал? Государство, по сути. Как спасали банки? Как декапитализировали тот же, например, в Британии, Royal Bank of Scotland? Это все были премиуми деньги государства. Государство, да. К сожалению, мы без банков не можем сейчас в современном мире. Банки в Италии, банки во Франции, банки практически в Восточной Европе. Все были спасены государством. Поэтому я считаю, что, да, нужно очень аккуратно подходить к этому механизму, но без фанайсов. Давайте по региональным аспектам пройдемся. Вы на форуме что-то услышали такое, что, ну, что называется, как мед. Согласен. Да. Что такое, что поддерживает вашу уверенность в нашем будущем, общем. Первый момент, который вот Евгений коснулся в отношении интеграции. Я считаю, что для Кыргызстана, как самого слабого пока еще экономическом плане участника ЕАЭС, для нас очень важен такой стимул в виде технических регламентов. Стимул переводится с латыни, как палка погонщика быка, заостренная на конце. То есть для нас это очень важно. Почему? Потому что мы как-то все время выпадаем с трендов, и у нас там ввести технические регламенты ЕАЭС. Это вот просто наиважнейший сейчас для нас тренд, чтобы промышленность была промышленностью. Сельское хозяйство было сельским хозяйством, а не просто этой реэкспортной трубой, да, там, из Китая, там, на рынке ЕАЭС. Второй момент, очень важный, то, что про рынок труда вы сказали. Это крайне немаловажно, что пошла дифференциация, что кыргызстанские мигранты в России и в Казахстане стали занимать нишу среднего звена. То есть люди начинают понимать, что нужно поднимать свою квалификацию. Ниши, которые связаны с низким квалифицированным трудом, они остаются за мигрантами из Таджикистана и Узбекистана. А на них еще что-то патентная нагрузка, сдача экзаменов. Знаете, какой объем рынка сдачи экзаменов в России? 110 миллиардов рублей. Это невероятная сумма, но это вот как есть. В России все превращается в бизнес в этом плане. Что касается торговых войн, вы упомянули, и 60 изъятий, о которых говорил Евгений. Да, это нормально, потому что ЕАЭС не ущемляет национальный суверенитет. У нас остаются свои валюты, у нас остается налоговая система. Мы в этом плане должны четко понимать, что у нас нет такой сверхглубокой интеграции. И поэтому таких нетарифных инструментов их не так много. В данном случае Казахстан держит ветеринарный контроль по отношению к кыргызстанской продукции. Опять же, истина лежит посередине. Вы знаете, что в Кыргызстане вся ветеринарная система частная? Это, конечно, приводит в просто неописуемый ужас экспертов с России, с Казахстана, с Белоруссии. Ну, скажем, мы все российские эксперты как-то в итоге вздохнув, говорят, ну ладно, там новый участник, надо где-то на что-то глаза закрыть. То казахстанская сторона говорит, нет, у нас система некомплементарная, система неконгруентная. А как же российский грант на создание в сети санитарных станций? Ну, не спеша, не торопитесь, как говорится, все делается. То же самое, как 100 миллионов долларов, которые, странно, что не было этого вопроса, 100 миллионов долларов, которые выделяет Казахстан на помощь Кыргызстану. Там тоже заложена вот эта составляющая по лабораториям, по внешнему контролю. У нас же границы ЕАЭС, теперь южная, это на территории ЕАЭС, она сместилась туда. Поэтому два года будет только в августе. Поэтому реальный интеграционный эффект, Евгений может подтвердить, не подтвердит, по Восточной Европе, это 3-5 лет. У нас все побыстрее идет, в том числе интеграционный эффект. Да, 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 и 60 барьеров это гораздо меньше, чем нет. Мы уже под цифрам Кыргызского экспорта, особенно по Пищевке, видим определенные положительные эффекты. Поэтому я думаю, что в ближайшие годы за счет избытка дешевых финансовых ресурсов, кредитных ресурсов со стороны России, за счет технической помощи Казахстана, за счет тех программ, которые ведут международные банки, в том числе и Абр, то есть Евразийский банк развития, в Кыргызстане будут в среднесрочном периоде устойчивые темпы роста. Падать, по крайней мере, мы не будем. Тут и эффект низкой базы, и открытие рынков, и так далее, и так далее. Думаю, что в формат вашей передачи мы, наверное, не поместимся. Да, я бы хотел под конец вот такое одно заявление с полей форума, что называется, привести. Это вот оценка наших экономических реалий в Казахстане. Но я фокусировался на том, что касается Казахстана. Если экономическая политика не будет скорректирована для того, чтобы соответствовать новой реальности, то будущее страны представляется мрачным. Бездействие может привести к экономическому, банковскому и социальному кризису в стране. Отметил эксперты Мирного банка. Как вы можете это прокомментировать? Если вы можете это прокомментировать. Ну, в общем-то, это и власти понятно, что нужно менять многое. Начиная от применения опережающими темпами цифровых технологий, заканчивая раскрытием новых отраслей и повышением переделов в существующих отрастях локомотивов. Вопрос в апплиментации. Хорошо, на этом мы закончим. Спасибо большое. Я напомню, что в студии прямого эфира был Евгений Винокуров, директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития. И Кубатбек Рахимов, советник министра экономики Кыргызской республики. До встречи на следующей неделе. До свидания. Спасибо вам.